Привет! Ты в мире капюшона? Наконец-то в моей коллекции появился набор с Lamborghini. Его-то мы сегодня и посмотрим. На коробке с одной стороны изображено главное изображение набора, а на другой оригинальные автомобили и фото моделей Lego с разных ракурсов, а также функция выдвигания на арке стартовых огней. В коробке было 5 пакетов, по 2 на каждую машину и 1 на арку. Инструкций тоже 2, одна на Уракана первая, вторая на Уруса с аркой. И тут я подметил, что на инструкции с Урусом внезапно реклама Forza Horizon 4. Хотя сейчас-то не совсем актуально, все уже ждут пятую часть. Но на тот момент, в 2020 году, в принципе, возможно было актуально. Что касается наклеек, то здесь их было очень много. Это 30 наклеек на Уракана и 20 на Уруса. И такое ощущение, что мои наклейки печатал какой-то неткалиброванный принтер, потому что на наклейках были такие косяки, что ну как-то прям совсем не очень. Издалека их может и не видно, но вблизи эта мазня очень бросается в глаза. И это не говоря о том, что две наклейки мне надо было соединить в одну полоску, а наклейки были неровно напечатаны. Так что это сразу в минус набору. Хотя тут, конечно, не набору, а компании Lego, потому что ну как-то надо это проверять что ли. Что касается Уракана, то скажу честно, собирается он не сказать, чтобы сложно. Только вот были все-таки интересные моменты. Во-первых, как вы все уже знаете, деталь руля имеет подставкой пластину 2х1, а сам руль на подъеме шириной в 1 стут. И вот этот промежуток между подъемом и основанием здесь был использован под приборную панель. Очень даже полезно. В Урусе, кстати, так же. Интересно, возьму на заметку. В инструкции, как обычно, колеса ставятся в конце. А здесь они ставились как-то посередине инструкции практически, на 73-м шаге. Кроме этого, было интересно собирать задний рассекатель воздуха, если я правильно его назвал. Он собирается тоже довольно необычно. Хотя из-за этого внешний вид салона сразу теряет в красоте. Вот это вот какая-то труба выглядит, но непонятно. Так плавно и переходим к салону. Сразу можно подметить, что внешний вид салона портится из-за вот этих открытых пинов. И это как-то странно, места в нем тоже почти нет. Только деталь с наклейкой приборной панели близко к рулю. И то это не спасает ситуацию, ведь руль-то не посередине. Водитель все равно будет рулить одной рукой. Что касается наклеек, то здесь, за исключением качества некоторых наклеек, все нормально. Как обычно, наклейок очень много, но в глаза они не бросаются, потому что в основном они все черные. Максимум с золотыми полосками. А в целом с наклейками эта модель выглядит, ну очень даже достойно. Целостно я бы даже сказал. Ну а что до внешнего вида, то здесь можно разве что прикопаться к тому, что передняя часть крепится на одной клипсе. И из-за этого можно ее поднять вверх-вниз. Что как-то, ну, странно. Но и двери. А двери здесь держатся на техник пинах. За счет чего здесь есть, ну, какая-то сквозная вот дырка. Недостаток этого можно заметить в том, что эти двери, они как-то болтаются. И здесь есть опять дыра такая же, по сути, как и в McLaren Elva 2021 года. Ну и в целом по модели есть небольшое ощущение, что модель какая-то длинная. У Уракана, насколько я знаю, колесная база должна быть немножко покороче. Но после сборки понимаешь, что с такими деталями это весьма проблематичная задача сделать машину короче. Но я думаю, что имея большой запас разных деталей, придумать что-то все равно можно было. У Урса эта проблема с длинным корпусом заметно еще сильнее. Ну и в целом, если закрыть глаза на эти минусы, то модель вышла очень даже неплохо. Главное внутрь только не смотреть. Ну а с наклейками, думаю, это просто мне не повезло. Урус. Скажу честно, после сборки Уракана он мне понравился настолько сильно, что сейчас я думаю, что сборка его это чуть ли не самая лучшая сборка из всех моделей SP Champions, которые я собирал. Как недавно сказал, здесь есть тоже какая-то проблема с масштабом. Он какой-то длинный. Вот, например, есть модель Уруса в масштабе 1 к 64. Да, он длинный, но при этом он еще и широкий. В лего варианте он просто какой-то длинный. Напоминает скорее увеличенную шестипиновую машину. Но еще в глаза бросается большой вынос колес. Даже на коробке видно, что они не выглядывают за пределы корпуса. Здесь же что-то намудрили. Какие-то колеса были использованы слишком большие. Ну и если держать его просто прямо, то заднее колесо, такое ощущение, что оно как будто вниз отвалилось. Хотя на самом деле это сделано для того, чтобы машина была немножко под наклоном. Но перейдем к моментам сборки. Практически сразу в сборке я видел детали, которые раньше никогда не встречал. По инструкции нужно было собрать еще и переднюю ось. И там использовались техник, детали, что было весьма интересно. Но и колеса здесь, если ты вращаешь одно, то вращаются оба. В остальных же Speed Champions все колеса окрепились отдельно, поэтому они вращались отдельно друг от друга. Ну а дальше чего-то особо нового не было. Один момент все же как-то разочаровал даже. Это задняя часть. Она просто отваливается. Едва ее задеть. Но на внешний вид это никак не влияет. Урус здесь хорошо узнается сзади, сбоку, да и спереди тоже. К этому вопросу нет. Вопрос есть к наклейкам. Мало того, что они еще криво напечатаны, и у меня с одной стороны сбилась полоса с итальянским флагом. Как вы можете посмотреть, наклейки я клеил прям по инструкции, как требовалось. Прямо близко к краю детали. Но когда я начал наклеить следующую наклейку, я понял, что что-то я немножко намудрил. Хотя наклейки наклеены ровно. Но здесь очень хорошо видно, что краска просто сбилась. Ну а наклейки лаймового цвета, даже невооруженным глазом видно, что они отделяются, отличаются. И выглядят как-то, ну, лишними здесь. Такое было в Ягуарах с голубыми наклейками. И выглядит это, ну, просто ужасно. Но вот что касается внутреннего салона, здесь уже все намного поинтереснее. Открыли крышку и видим, что здесь много пустого пространства сзади. И кажется, что здесь есть место еще для одной мини-фигурки. И да, здесь есть место для мини-фигурки, но с одним нюансом. Если мы просто посадим фигурку сзади, то крышку мы уже не закроем. Для этого нужно будет просто опрокинуть ее назад, положить. В таком случае проблем не будет. Ну, и спереди два человечка можно посадить. Водителя и пассажира. Ну, или штурмана, если это спортивный автомобиль, тогда пассажиру тут не совсем правильно как-то находиться. Но в передней части все немного получше. Даже получше, чем у Уракана, я бы сказал. Здесь нет лишних открытых пинов, есть только приборная панель и роль. И приборная панель также близко находится к рулю, как и в Уракане. Что очень интересно. Странно, что в других моделях это как-то не особо использовалось. Ну, а главным минусом этого салона является то, что водитель не может сидеть с обеими поднятыми руками. Просто технически это здесь невозможно сделать. Он не сможет поднять руку, только одной рукой рулить. Не спортивно как-то. Ну, и руль снова находится не посередине. Во всем остальном здесь все довольно просто. И чуть не забыл сказать. Здесь использовались новые диски. Это вот такие детали. И крепятся они просто вставляясь в колеса, в диски. И выглядят они, ну, прям, очень большими. Относительно, если сравнивать тех же дисков на Уракане, или любых старых Speed Champions, 8-пиновых, то они просто огромные. Практически в два раза больше. Ну, или у Уракана в два раза меньше. Ну, а что касается арки, то она не особо отличается от той, что была в наборе с Ягуарами. И если там огни загорались по мере того, как мы вытаскивали ось, и выпадали огни, красные, желтые, зеленые, то здесь нужно просто передвинуть планку, и красные огни сменятся на зеленые. И если честно, это мне напомнило какие-то счеты. Что касается мини-фигурок, то тут как-то все скудновато. У фигурок незапринтованные ноги и одинаковые торсы. Спереди запринтованы и сзади. Единственное отличие в лице и прическе. У девушки лицо и вовсе одно. У парня с ухмылкой и улыбающейся. Что ж, подведем итоги. Внешне набор хорош, если рассматривать его именно как копию в стиле Лего. А если сравнивать его с оригиналом, то тут уже как-то не очень. Качество наклеек оставляет желать лучшего. Внешне наборы сами по себе хороши. Особенно красиво смотрится Уракан с его цветовой палитрой и сочетанием наклеек. Урус же выигрывает в плане сборки и функционала. Это первый внедорожник в линейке 8-пинных Speed Champions и получилось довольно неплохо. Довольно большое пространство внутри, но с колесами надо было бы что-то придумать. В целом, набору дам твердую четверку, потому что Уракан хорош внешне, но в плане сборки был не особо интересен. А с Урусом получилось наоборот. Ну и этим набором я наконец завершил свою первую волну 8-пинных Speed Champions. И в следующем ролике постараюсь подвести итоги по линейке 2020 года. Попробую собрать топ наборов по тем или иным критериям. Ставь лайк, если было интересно и пиши комментарий. А я пошел готовиться к следующему ролику. Там мы увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok